Добрый день! Приветствуем вас в Латвийском центре Дианетики. И сегодня у нас в гостях Юрий, бизнесмен. Добрый вечер, Юрий. Добрый вечер, Кристина. Юрий изучал книжку Дианетика, применял принципы, которые описаны в этой книге, и сегодня решил с нами поделиться своим мнением об этой книге. Давайте спросим Юрию. Юрия, как вообще книжка и какие у тебя мысли в отношении этой книги? Книга отличная. Я даже принес свою книгу сюда. Я могу сказать так, что для меня есть период до прочтения этой книги и после. Вот до этой книги, до того, как я ее прочитал, мне нравилось читать всякие популярные журналы, знаете, статьи, как вот общаться с людьми, как там не попадать в какие-то ситуации и так далее. Я это пробовал читать, но вот из моего опыта у меня не очень сильно это получалось, как бы там я не мог это применить к жизни, к своей, значит, к своей работе и так далее. А когда я прочитал эту книгу, то я узнал об очень важном принципе, который лежит в основе того, почему мы иногда поступаем не самым оптимальным образом. Казалось бы, вот по логике надо поступить так-то, а мы почему-то раз за разом делаем что-то другое. И для разных людей это может там самые разные формы принимать. И я могу сказать, что вот для меня это такая же разница, как вот знаете, до книги Коперника, там о движении небесных тел, который открыл, что оказывается Солнце находится в центре Солнечной системы, а Земля вращается вокруг него, до этого люди считали наоборот. Ну, видимо, эта часть была, видимая часть жизни была такова, что вот есть земная твердь, Солнце всходит, заходит, но только были какие-то моменты, которые трудно было объяснить при этом. А книга Коперника, который открыл вот этот основополагающий принцип, она изменила все, она изменила астрономию, навигацию, то есть многое стало понятным. Вот для меня очень многое стало понятным в моем собственном, в моей собственной жизни, в общении с другими людьми, то есть нашлось, можно так сказать, правильное почему. Ну и стало легче общаться с людьми, стало легче понимать, почему, так сказать, человек может поступать тем или иным образом. Вот, и удалось самому чаще поступать правильно. Это классно, это супер. А если не секрет, когда ты прочитал впервые вот эту книгу, когда ты с ней познакомился? Это было уже лет, наверное, 10 или чуть больше назад. Я ее прочитал, мне очень сразу понравилась эта точка зрения. Потом я перечитывал еще ее второй или даже уже, наверное, три раза. Три. Да, да, да. И удивительно, что каждый раз при новом прочтении я находил в этой книге для себя что-то новое. И очень рекомендую ее прочитать каждому и применять то, что в ней написано. А ты говоришь применять. Вот как бы книга, она обладает разными методами, да? Вот описаны методы, как работает. Потому что сама дианетика, именно слово дианетика, это современная наука о разуме. Вот ты очень классно привел пример, что, как раньше, да? Вот узнали, что там крутится земля, вернее, ну да, земля вокруг солнца, да? Не наоборот. Вот, то здесь это современная наука о разуме. И вот ты читал вот эти разные статьи и говоришь, что как бы, ну, просто был интерес. То есть здесь ты прочитал просто. И это действительно сразу ты смог применить? Вот прям у тебя как бы... Ты понял, что вот это действительно работает? Или как у тебя было? Или там ты просто почитал, походил, вот? Ну, было ощущение сразу, что как бы понимание многих вещей появилось, да? Которое раньше я не понимал, почему те или иные вещи в жизни вообще не случаются, да? Но у разных людей это может разные формы принимать. Кто-то там, не знаю, годами работает на нелюбимой работе, да? И там не может с ней уйти, и там по каким-то причинам он даже не ищет эту другую работу. У другого человека там есть какие-то там компьютерные зависимости у людей, там принимают другие формы. Вот. И эта книга для меня, она прояснила этот вопрос, почему так происходит. Ну, а как принцип вечный предупрежден, значит, вооружен. То есть, если ты понимаешь, как именно это происходит, значит, ты понимаешь, что нужно сделать, чтобы не попадать в такую ситуацию. Ну, это классно. Да, или видеть вокруг, четче видеть вокруг, когда такое происходит вокруг тебя, там с кем-то, может быть, раз за разом. Да, это очень важно в жизни. Вот. Ну, как, мы же когда-то до появления, например, калькуляторов, да, мы считали в столбик, да, у нас были там таблицы какие-то, еще что-то. А потом появились калькуляторы, и мы уже не представляем себе, что там шестизначные числа мы будем складывать в уме. Ну, жизнь меняется, да. Ну, вот здесь это просто, ну, как применение этих принципов, ну, оно теперь кажется само собой разумеющимся, да. Даже трудно подумать, что когда-то было по-другому, когда-то, например, вот, я не знал об этом, да, там, до прочтения книги, а сейчас это кажется вполне естественным. Вот так можно сказать. Но, в принципе, как я понимаю, ты из этой книжки тоже применяешь, да? Да, конечно. То есть, вот, то, что там описано, ты тоже используешь это, и получаешь результаты. Да, абсолютно. Супер, спасибо вам огромное, что вы послушали. Спасибо Юрию огромное. Я думаю, что мы еще тебя попросим что-нибудь еще нам рассказать, поскольку ты так интересно рассказываешь, что-нибудь еще мы зададим какие-то вопросы, да? Спасибо, Кристина. Я очень рад поделиться, и хотел бы, чтобы больше людей узнало об этом. Спасибо, Юрий. Мы со своей стороны призываем вас прийти в Латвийский центр дианетики, познакомиться с Латвийским центром дианетики. И вы можете купить эту книгу здесь на месте, сами ее прочитать и получить свои победы, свои какие-то хорошие улучшения, да? Или там найти что-то, что вы давно искали, какую-то информацию. Поэтому ждем вас в гости. До встречи. Всего доброго. Спасибо, Юр, большое. Очень было классно. Да? Да. Импровизация. Спасибо. Спасибо за добрые слова. Спасибо. Истина. Спасибо.